Здравствуйте, коллеги! Смотрите еще один пример цветоделения для шелкографии из моего бесплатного обучающего цикла. Список всех видео по подготовке пленок можно найти на моем сайте, адрес на экране или на моем YouTube-канале. Если после просмотра моих видео вы все-таки не справились со своими файлами или у вас не получается качественное цветоделение, то пишите мне на WhatsApp или Telegram. Телефон внизу. Ваш Александр Федяев. В дополнение к предыдущему кусочку, где я показывал вывод по скрипт-файлу каждой сепарации, покажу, как неправильно делать. На самом деле вот этот файл был сделан, еще раз подчеркну, профессиональным дизайнером. Он сделан очень правильно, четко по понтонам. Вообще, то есть ни у кого никаких сомнений нет. Но представим себе, что дизайнер молодой, не понимает, что надо делать, и он сделал тот же самый файл, но в RGB. То есть вот мы берем каждый цвет, я специально сейчас это порчу, и говорю, что он будет не понтоновый, а RGB-шный. И не Spot, а Process. Так, окей. И этот, говорю, ЦМИК, и говорю, не Spot, а Process. Окей. И этот, я говорю, ЦМИК и Process. Окей. Сейчас у меня все три файла, все три краски, которые здесь используются, они ЦМИКовские процессы. И вот здесь я теперь буду сейчас печатать, то же самое делать, Print, выбирать Adobe Passcript. А вот эти, смотрите, у меня здесь понтонов уже нету, как было в прошлый раз. У меня остались только процессы. И если я так же сейчас, и процессы у меня все четыре. Может быть там желтого не будет, я не знаю, но судя по всему будет желтый, потому что здесь все четыре понтона есть. Все четыре процессы краски есть. Поэтому дальше сейчас я беру ЦИАН, говорю, сохранить, C, TMP, и это у меня будет, ну процесс, допустим, с буквой R наберу, да, R1. А, ну или нет, зачем? Так я и назову ЦИАН, PS. Дальше я говорю снова, файл, Print, Output, Magento. Это у меня будет, Magento. Говорю, файл, Print, Output. Йеллов, это у меня будет. Йеллов. И говорю, последний, Print, Output. Оставляю черный. Black. У меня сейчас получилось четыре. В принципе, в трехкрасочном файле у меня получилось четыре. Но я могу это как бы печатать полноцветными красками. Смысла в этом нет никакого. То есть увеличивать количество красок в шелкографии это бред, конечно. Вот. Тем более, что краски будут выводиться растром. То есть изображение будет несколько размыто. Оно будет то темнее, то светлее. Поэтому так, конечно, делать нельзя. Но вот как вариант я это показываю. Сейчас мы можем открыть эти пасскрипты и посмотреть, что у нас получилось. Открываем эти пасскрипты. Вот они. Black, Cyan, Magenta и Yellow. Вот смотрите. Вот у нас, значит, Yellow. У нас желтый везде. Во всех практически. И в Cyan, и в Blue, и в Dark. В Marque, да. В Magenta тоже у меня все цвета. В Cyan у меня тоже все краски. И в Black. На самом деле, таким методом печатают принтеры. Принтеры, плоттеры. Полиграфия, журналы все глянцевые. То есть все печатается вот таким вот образом. Но это не вариант шелкографии. Шелкография, как правило, печатает чистыми цветами. Поэтому такой вариант цветоделения, это, ну, это нонсенс. Это просто нонсенс. Но как технически я его обязан показать. Я уже совсем было хотел закончить это видео. Но вот, когда монтировал, сообразил еще один интересный способ. Смотрите, тоже цмиковский фактически, да. Мы открываем иллюстраторовский файл в Photoshop. Да, вот мы берем Open и говорим вот этот файл, который мы последний делали. Открыть. Ну, разрешение 600 dpi. Окей. Вот у нас открылся нормальный цмиковский файл. Вот, в принципе, то же самое, что мы видели. Вот. Делаем Flat and Image, чтобы не было вот этих вот прозрачных элементов. Flat and Image. Получили цмиковский файл. Но печатать его цмиком нету смысла. Вот смотрите, я, например, могу удалить желтый канал. Просто взять его и удалить. Что желтый, что маджентовый, в принципе, одно и то же. Вот, например, удаляю желтый канал. В принципе, картинка хуже не стала. Вот реально она не стала хуже. И даже более того, я могу удалить и маджентовый канал. Вот я его выключил, пока не стал удалять. Я его просто выключил. Если я сейчас возьму черного, добавлю. Вот зайду в черный канал, скажу левился. И черного добавлю. Смотрите, просто я добавляю черного. У меня становится фактически то же самое, что... То же самое, что у меня должно было быть изначально. То есть, в принципе, теперь я могу и мадженту убрать нафиг. Ну, можно и в три цвета печатать, да? Ну, как бы... Просто нету смысла, да? То есть, в принципе, я удаляю мадженту и получаю такой же файл. В принципе, с виду он вполне нормальный, но в две краски. Сделанный из чистого цмика. Из полноценного, да? Что можно сделать? Можно немножко, например, изменить краску вот эту. Сделать не циановую ее, да? Сделать ее... Ну, чтобы ближе было немножко к оригиналу, да? Можно сделать ее чуть более синюю, например. Да? Вот. Тогда, может быть, например, немножко черного убрать. Левелсами убрать черного. Да? В принципе, вполне себе лошадь получилась. Да? Вполне. Две краски очень неплохо, легко будет печататься. Вот. Можно еще сделать что? Я бы что сделал, на самом деле? Я бы... Вот здесь циан, как бы... В циане есть светлые участки, вот в этих вот местах. Я бы в циане их сделал бы чисто в 100%. То есть, вот они здесь 50%, я бы сделал в 100% вот так вот. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Кстати, очень неплохо выглядит. Может быть, циан надо посветлее чуть-чуть взять будет потом. Да? Так, потом посветлее. Вот так вот. Ну, вполне. Вполне, как вариант, имеет право на жизнь. То есть, если только заказчик не будет донимать, что нужны совершенно четкие понтоны, которые там номера, да? Но если четкие понтоны, то все. Это самый первый вариант деления на три краски, на три черные пленки. Все, без вариантов. И подбирать понтоны по краске, да? Вот. Если заказчик душится и у него нет денег, то пускай соглашается на такой вариант. Он вполне, вполне себе живой вариант. Вот. Сделан из свиков в две минуты. Вот. Поэтому, вот как бы вам еще один вариант.